Волочкова не хочет платить штраф в никуда в государство. Балерина «Всея Руси» считает, что подчиняться закону для нее унизительно. Волочкова отказывается платить штраф. Вчера Тверской народный суд Москвы во второй раз оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантинного режима в Серафима-Дивеевском монастыре. Теперь уже на 40 тысяч. Комментируя приговор, Прима всей Руси заявила, что не хочет, чтобы эти деньги вот принципиально ушли в никуда в государство. Волочкова намерена до конца бороться за правду и будет подавать новую апелляцию. Деньги предпочла бы отдать дочери вместо того, чтобы платить штраф. При этом в суде Волочкова устроила очередное шоу. Она с удовольствием позировала корреспондентом, называла полицейских, гангстерами, нищими духом, всадниками без головы и документов. Про себя же Прима всей Руси говорила в таком ключе. У меня, кроме лебединых крильев и желания помолиться, ничего не было. А вот про карантин Волочкова ничего не знала. На пути к Дивеево ее никто не остановил. И никаких блокпостов на дороге не было. Губернатора Глеба Никитина Балерина называет коррупционером. Обвиняет его в том, что он хочет разрыть монастырь. Волочкова искренне считает, что выписав административный штраф, задели ее честь и объявила Никитину бендетту. Балерина обещает обнародовать некий компромат на мэра в ответ на видео, на котором она очень некрасиво ведет себя с полицейскими. Карантин в Дивеево был объявлен после того, как в монастыре было выявлено 90 инфицированных монахинь. Пятеро пожилых сестер в возрасте от 50 до 95 лет умерло. Плотность заражения на тот момент в Дивеево была в 1,6 раза больше, чем в Москве. А оштрафовали Анастасию Волочкову после того, как мэру на поведение столичной знаменитости стали жаловаться местные жители. Продолжение следует...